Запись тогда тоже. Окей, мы записываем сегодняшнюю презентацию. Сегодня она у нас впервые в новой комнате. Многие из вас знают, что в прошлый раз не совсем это все получилось, и поэтому мы были вынуждены реагировать, и теперь мы в новой комнате. И я смотрю, у нас очень много участников, и это, конечно, очень-очень радует. Дорогие друзья, сразу же вас пользуюсь случаем, и благодарю вас за ваше время, которое вы инвестируете именно в эту возможность узнать сегодня о DexCar. Итак, мы начинаем. Я сегодня изучил нашу комнатку, и надеюсь, что все получится. Так, начинаем. Так, скажите, пожалуйста, вы картинку видите? Yes! Классно, замечательно. Окей, дорогие друзья, добро пожаловать еще раз в компании DexCar на сегодняшнюю русскую презентацию, которую мы проводим два раза в неделю, по вторникам и по четвергам, именно в 19.00 берлинского времени. Некоторые друзья сегодня были уже в 18.00 по нашему немецкому, но имейте в виду, всегда немецкое время, берлинское 19.00. Итак, начинаем. Кто такой Андрей Кернер? Или на русском Андрей Кернер? Это именно я. Мне 34 года, живу я в городе Эркеленс, это на границе с Голландией. 27 лет я уже в Германии. Ну, если вдруг по ходу дела презентация, там одно или другое слово, я на русском как-нибудь так выражу. Ну, я тут учился, если что. Я надеюсь, вы меня поймете. Итак, я уже 13 лет как свободный предприниматель, то есть занимался всегда в сфере продажи разных продуктов. Были, ну, конечно, своя история, как и многие, наверное, из вас, взлеты, падения, опять подъемы. И тут мы как раз и находимся, то есть я два года, два года подряд я занимался тренингами, продавал тренинги одного из ведущего тренера Европы в сфере личностного роста и психологии продажи. Потом у меня был онлайн-маркетинг, где я построил команду в 3000 партнеров, но фирма резко поменяла план, маркетинговый план, что нам просто было неинтересно дальше продолжать, именно работать в этой компании. Ну, и мы высматривали себе возможности новые, где мы можем командой опять работать. Я очень люблю работать командой и люблю работать с людьми, с открытыми людьми, с позитивными людьми, с настроенными, как бы с позитивным настроем в жизни. Мне это очень радует, когда мы притягиваем именно этих людей и здесь, и в нашу команду. И по всей вероятности вы оказались и здесь, потому что вы, наверное, тоже мечтаете или, по крайней мере, намерены где-то продвинуться, найти новый бизнес или же просто получить возможность сэкономить денег. Сегодняшняя презентация, она состоит из двух частей. Первая часть со стороны клиента, а вторая часть, она именно для тех, кто максимум понял эту возможность и намерен заработать денег в компании Dexco. Друзья, мы начинаем. То есть, у нас, как вы заметили, сама презентация на немецком, поэтому я ее буду просто переводить на русский. Я не всегда вижу, что там вы пишете, поэтому я буду обращать внимание пока только на презентацию. Итак, почему мы говорим о машинах? Потому что, ну, конечно, да, это символ, статус символ какой-то, но также нам нужна машина, чтобы ездить на ней на работу, чтобы ездить на ней в отпуск, да, или просто наслаждаться, ездить к друзьям и так далее, и так далее, и так далее. И если мы посмотрим статистику, это у нас сейчас немецкая статистика из Германии, то мы видим, что 86% людей имеют машину, 14% не имеют. Самое прикольное в том, что и те, и те для нас интересны, да, вот. И если мы посмотрим, ну, какие у нас машины, какой, ну, сколько им лет, да, получается, то мы видим, что в среднем почти 9 лет, то есть 8,8 лет по статистике машины в Германии, да. Да, и тут стоит Deutsche Auto zu Eidwinde, то есть немецкие машины, они такие старые, как никогда, да, которые у нас на дорогах ездят. А почему? Почему это так? Ну, потому что если мы посмотрим вот этот вот тортик, что нам стоит наша жизнь, да, здесь у нас как бы разные, там, да, ну, там, жилье и так далее. Но если мы обратим внимание справа, да, на 14,3%, это именно наше пропитание, да, то есть наш кушать, все, что нам необходимо для того, чтобы прожить, 14,3%, а 14,6%, да, по статистике, мы платим за машину. Ну, в принципе, вы могли бы сказать, ладно, питание мне не надо, я как бы от него отказываюсь и буду ездить только на машине. Понятное дело, да, что мы этого не сделаем, мы должны все кушать, но, в принципе, от машины могли бы отказаться, но не отказываемся, потому что она нам необходима, да, потому что мы любим комфорт, да, мы любим передвигаться быстро или, по крайней мере, мобильно просто, флексиблить, да, как на немецком говорится. И поэтому мы платим деньги, потому что другого варианта мы не знаем, пока еще не знаем. Итак, если мы, ну, задумываемся на самом деле, что же нам стоит эта машина, да, то есть нам надо поменять шину, нам надо сделать там сервис, ремонт, нам нужно заплатить страховку, нам нужно заплатить саму-то машину по большому счету, или взять ее там в наличку, или же там какая-то месячная оплата, которая требуется каждый раз. Ну и, как у многих, это приходит к тому, что денег остается мало или же там недостаточно, ну, что, по крайней мере, это стоит нам определенных средств, да. И если мы на самом деле задумаемся, ну, так сами для себя, вы это можете, кстати, сделать после этой презентации, да, возьмите прям листок и запишите себе, что стоит ваша машина, что она стоила при покупке. Ну, если вы ее берете в рассрочку, то что она стоит вам в месяц, допустим, да, то есть это, ну, на 12 умножаем. Что она стоила вам в прошлом году или в прошлом текущем году ремонт, да, сколько вы потратились на это, сколько вы заплатили страховку, сколько вы заплатили налога, сколько вы заплатили за помену шин и так далее, и так далее. Запишите это и запишите общую сумму, просто чтобы вам до себя было понятно, потому что часто, ну, мы не задумываемся об этом, сколько нам машина стоит, мы не считаем это, потому что, ну, а как иначе, что же без нее делать, да, надо и надо. Вот мы и, получается, и платим. А если мы вот это запишем на листок, то нам вдруг станет ясно, елки-палки, оказывается, немало, да. И вот эту стоимость вы разделите потом на 12, чтобы у вас была месячная сумма. Почему? К этому мы сейчас придем еще. Вот. То есть, получается, какие же есть все-таки решения? Какие у нас есть решения, чтобы избежать все вот эти расходы? Ну, есть как минимум каршеринг. Что такое каршеринг? Каршеринг – это модель, которая позволяет вам ездить на машине именно по сроку необходимости. То есть, вы взяли машину, поехали там к другу или к подружке или кому еще либо, и только за этот промежуток вы заплатили денег, да, не заморачиваясь ни о чем другом. Но и тут как бы требуется немало инвестиций. Какое у нас еще есть возможность, чтобы избежать вот этого всего, да, чтобы нам не задумываться о том, сколько что стоит? То есть, есть, конечно, долгосрочное арендование. Здесь вас тоже не спрошусь ни за страховку, ничего. Но здесь тоже нужно оплачивать ежемесячно, скажем, от 500 до 1000, смотря какая модель. Плюс тут надо еще доказать, что у вас есть доход, да, что компания могла быть уверена, что вы можете эти месячные, эту месячную стоимость и оплатить. И что еще? Что у нас еще есть за решение? В принципе, само решение долгосрочного арендования, оно классное решение, да, потому что здесь у нас никакой замороки нету. Поломалась лампочка, там поломалось что-либо, мы поехали в сервис, отдали, как бы, эта машина не наша, они должны ее сделать. Мы ее арендовали, мы арендовали машину целую, да. И если бы только нам как-нибудь удалось укоротить вот эту всю стоимость, сделать ее вообще по нулям, да, если бы нам это удалось. И добро пожаловать, нам это возможно именно с компанией DexCard. И мы сейчас к этому придем как. Так, то есть, здесь мы представлялись уже в Эссене, это был первый, как бы, выход здесь в Германии, это была международная выставка машин, да, Auto Motor Show, и здесь мы впервые выставлялись в Германии. И знают наши клиенты, уже первые, которые получили машину, что это означает ездить за мной евро на новой машине и абсолютно не заморачиваться о каких-либо расходах. И, дорогие друзья, об этом сегодня и идет речь. То есть, что такая компания DexCard? Компания DexCard находится здесь в Германии, в городе Эссен, это недалеко от меня, 100 километров примерно. Также у нас DexCard Holding AG, который находится в Швейцарии. И мы сейчас расстраиваем точки по всему Евросоюзу. И многие из нас, вот если я сейчас вижу здесь справа список участников и эти флажки, ну, очень много, очень разных стран у нас сегодня присутствуют люди. И это, конечно, очень-очень радует, да, что у нас вот такая возможность, общая европейская возможность появилась. Окей, дальше. DexCard Holding AG. Что у нас за продукты и как компания зарабатывает деньги? Да, у нас на самом деле 4 продукта, 3 из них мы сейчас обговорим и один как бы особо, это бонусная программа. Но, чтобы мы поняли, что такое DexCard Go. Вот представьте себе, вы прилетели, скажем, во Франкфурт, да, во Франкфурт на аэропорт. И вам теперь необходимо добраться до места назначения. То есть вы берете телефон в руку, заходите в приложение, находите в приложении следующую машину от DexCard. Вы ее прямо в приложении бронируете для себя, карта вас ведет к машине, потом в машине под лобовым стеклом есть QR-код, вы его сканируете, и машина открывается, получается, заводится, вы едете куда вам нужно, и опять же машина закрывается. С вашего внутреннего баланса стягивается стоимость. Этим компания зарабатывает деньги. Как компания еще зарабатывает деньги? Ну, DexEthnaut, то есть, как мы уже сказали и заметили, DexCard, это фирма, которая предлагает долгосрочное арендование. То есть вы можете прямо сейчас выбрать себе машину, сделать предоплату, выбрать нужный вам срок, и при месячной оплате вы сразу же получаете машину и можете ею пользоваться. Где включена опять вся страховка, НДС, ну, все, что мы только что обговорили, это там все включено. Но у вас есть месячная оплата, да, и предоплата, и еще есть доказательства о доходе, да, который требуется. То есть, DexCard, как мы заметили, вот она слева, да, долгосрочное арендование. И также, и об этом сегодня идет речь, DexCard предлагает уникальную возможность, которой на сегодняшний день нет аналога, ездить на машине за 0 евро, при условии, что сделана маленькая стартовая предоплата. Итак, друзья, как это получается? То есть, чтобы на машине за 0 евро ездить, мы объединяем возможность долгосрочного арендования с сообществом, сообществом, которое нам позволяет получать машину за 0 евро. Как же это работает, да? Ну, вот тут у нас в Германии, допустим, все-таки много немецких флажков, поэтому, ну, люди, наверное, знают, что, что такое Bauschpark-патрак? Вот что такое Bauschpark-патрак и как он работает? Ну, в принципе, та же самая модель. То есть, мы открываем счет, мы вкладываем накопительный фонд, да, и как только у нас, мне кажется, 40% накапливается, вот стоимости, которая нам необходима, банк нам дает остальную сумму, и мы берем на это какую-либо жилплощадь, да, там, квартиру, дом, что нам необходимо для этого. А откуда же берутся вот эти все остальные 60%? Они берутся от тех же самых клиентов, которые также накапливают для себя, то есть от сообщества. И хоть я вырос здесь в Германии, но мне друзья сказали, что в Союзе, в Советском Союзе была тоже похожая модель, это называлась корпоративная модель, то есть где также сообщество объединялось, складывалось с деньгами, и на выходе, там уже по очереди, люди получали определенную сумму на какую-либо там жилплощадь. В принципе, модель та же самая, только здесь у нас машины. То есть мы, мы друг другу помогая, даем друг другу возможность именно экономить и ездить каждые два года на новой машине. Почему каждые два года мы к этому еще придем? Итак, то есть на самом-то деле, что нам остается делать? Ну, конечно, мы можем об этом сказать нашим друзьям. В этом, в принципе, нет, как бы там, крайней необходимости. Компания не говорит, что вот, если ты хочешь использовать вот эту модель, если ты хочешь получить все вот эти преимущества, ты должен там привезти людей. Такого нету. То есть вы можете, в принципе, участвовать вот в этой бонусной программе, никому об этом не говоря, в тихушку, для себя. Но, если вы для себя поняли выгоду, и вы поняли систему, и вы вдруг решили поделиться с кем-то, и кому-то тоже сделать хорошее, чтобы и он мог сэкономить много денег, да, и полностью ездить по нулевому тарифу, вы получаете дополнительные преимущества. А какие они, ну, вы скоро узнаете. То есть, смотрите, получается, у нас есть возможность, вернее, когда, сейчас видите, она немножко по-другому, это поле у нас. Окей. Когда, помните, когда я вам говорил, ну-ка запишите-ка всю стоимость, да, что у вас сейчас за вашу актуальную машину есть. Окей. И когда человек записал, я к нему подхожу, слушай, а сколько ты был бы готов заплатить, одноразово заплатить, чтобы забыть вот эти все, все расходы, да, и ездить по нулевому тарифу? Сколько ты готов заплатить один раз, чтобы потом кататься по нулевому тарифу? Ну, люди, а что, что включают? Ну, включают страховку, фолькаску к тому, да, это, не знаю, как на русском, ну, фолькаску, где полностью все включено. Потом, включая НДС за машину, включая все сервис-интервалы, которые необходимы, включая замену шин, включая 25 тысяч километров в год и 5 человек, которые имеют право на этой машине ездить. И это на 2 года. Сколько ты готов заплатить одноразово? Ну, люди по-разному отвечают, а я ему говорю, давай 14% от стоимости машины, и ты 6 лет ездишь на 3 разных машинах при одноразовой оплате. Как так? Это невозможно. Невозможно? А если это так? Ай-яй-яй. А вот я нечаянно сейчас перепрыгнул. Так, друзья, секундочку. Я же сегодня первый раз это. Сейчас мы найдем правильное поле. И так. Вот мы уже приближаемся. То есть, одноразовая стоимость. То есть, смотрите, вот она. У нас 3 класса, которые открыты для клиентов. Для тех, кто хочет заняться бизнесом, для вас сюрприз, есть еще и другие классы. Для клиентов, со стороны клиентов у нас открыты 3 класса. Одноразовая стоимость, которая составляет классом до 15 тысяч, это, возможно, Opel Adam, это Smart 4, это может быть 4W Polo, как пример, по вашей конфигурации. То есть, вы выбираете сами, как ваша машина, с каким фаршем она должна быть. То есть, какой цвет машины, какие диски, какая музыка там должна стоять. Ну, у каждого, наверное, свои желания, свои там предпочитания. То есть, классом до 15 тысяч, у нас 1950 евро одноразовая оплата. Классом машины до 25 тысяч. Что это может быть? Это может быть Audi A1, Audi Troika, VW Golf, Opel Astra и многие другие. Опять же, по вашим желаниям. До 25 тысяч вы можете ее конфигурировать, как вы хотите, что вы хотите. Стоимость 3532, ну и, да, машина классом до 40 тысяч. Это тут у нас, конечно, самый большой и самый широкий выбор при этом классе. Это могут быть Audi TT, это может быть BMW 3, BMW X1, Audi Q5, Audi Q3, VW Passat, VW Charon. Для многих, у кого большая семья, тоже важно, да. Вы можете до 40 тысяч ее конфигурировать, как вы хотите. Вот просто мне многие спрашивали, а есть 7-местная машина, пожалуйста, вы можете VW Charon конфигурировать 7-местным, чтобы всю вашу семью поместить сюда. И это все за одноразовую стоимость 5492. Список конкретных машин, да, елки-палки, извиняюсь, ребят. Немножко я, не знаю, какая там была она. Зато знаете, какой у вас инвестор в итоге получается. Да, вопрос, который нам стоит задать. Люди говорят, да ну, как же так, Андрей, да ну не может быть, ну где же тут загвоздка, как так за одноразовую стоимость, я вам буду пользоваться всеми этими услугами. Да, если вам так проще, и вам обязательно нужен вот такой какой-то, да, как на месте говорится, хакен, да. Вы должны быть готовы подождать от 12 до 10 месяцев. По-другому это не получится. И почему это не получится, вы сейчас поймете, потому что мы сейчас скоро перейдем к математике. То есть, вы должны для себя решить один вопрос. Готовы ли вы подождать 12-10 месяцев, чтобы потом за 0 евро ездить на новой машине, на машине вашей мечты, да, на вашей машине вашей мечты. И при этом экономить каждый год очень много денег. Готовы ли вы? Этот вопрос вам стоит решить. То есть, как это получается? Ну, допустим, вы готовы, да. Представим себе, что вы готовы. Как это происходит? То есть, смотрите, у нас так называемая табличная система. Ну, для сетевиков, между нами, матрицам. Ну, я называю это, наверное, проще, чтобы было всем общепонятно. Это такой зал ожидания. Вот представьте себе, вы заходите в огромный-преогромный зал. Кроме вас спереди стоят люди. Вы стали в очередь. И каждый раз, постепенно, кто-то раз продвинулся вперед, и вы шагом вперед, шагом вперед. За вами тоже вдруг люди становятся. И вы постепенно, постепенно проходите этот зал. И уже на выходе покидаете его. Ну, в принципе, образно, можно так представить, это сейчас для всех, да. Для всех остальных, табличная система или матрица, кто из наших сетевиков нас сейчас слушает. То есть, в первую очередь, вы делаете оплату. Вы выбираете машину, да, по вашему классу. Вернее, вы выбираете класс, не машину. Выбираете страх класс. Машину вы потом уже определяете. И делаете оплату, и позиционируетесь. То есть, цель у нас, вот вы сверху, видите, где вот К стоит, ваш заказ, вот Дайна Биштеллиум. Вот тут вы позиционируетесь. А цель из вот этого первого уровня, вам попасть в четвертый нижний уровень. Это основная цель. То есть, правила просты. Два раза нужно пройти эту таблицу. Или по-другому, два раза нужно пройти зал ожидания. И каждый раз, когда вы покидаете четвертый уровень, компания вам выплачивает бонус. Вот представьте себе, вы стоите в этом зале, да, вы уже, получается, полпути прошли, первый зал вышли, да, и уже все ближе и ближе, все ближе и ближе идете к выходу и получению вашей машины, а компания вам дает бонус. А сколько этот бонус? Мы сейчас узнаем, вы будете приятно удивлены. То есть, еще раз, да, мы заходим в зал ожидания, в первый уровень, и потом заходим в второй уровень, в третий уровень, в четвертый уровень, проходим первую таблицу, получаем бонус. Здесь, после того, как вы вышли из первого зала, вы делаете как раз на этом месте конфигурацию вашей машины. То есть, какой цвет, какой фарш, какие диски и так далее, и так далее, и так далее. Здесь вы ее делаете уже официально и уже как бы, как же это говорится, ну, это уже потом не изменить. То есть, по этому заказу ваша машина будет изготовляться. И потом вы заходите во второй зал ожидания или во вторую таблицу, и еще раз ее проходите по тому же самому методу. То есть, смотрите, важно понять, что вот эти вот верхние восемь, да, верхние восемь мест, они всегда должны наполниться, чтобы мы перешли на второй уровень. Да, вот, допустим, вы перешли на второй уровень и находитесь здесь. Теперь, чтобы вам попасть на третий уровень, должны опять сверху восемь наполниться. И тогда вы со второго на третий переходите. Опять восемь наполняются, и вы переходите на четвертый уровень, и еще раз восемь наполняются, и вы уже выходите из первой таблицы и получаете свой бонус. И повторяем это то же самое во второй таблице, да. Вот такая вот у нас идет математика. Мы к ней сейчас еще раз придем чуть дальше. То есть, откуда берутся деньги, да. То есть, в первую очередь, от нас, от сообщества заходят деньги, да. Потом у нас, вы как бы помните, есть Dex at Go, да, это где мы прилетели на вертолет, самолет, на аэропорт, да, и получается, нам нужна машина, чтобы добраться на местное нахождение. За это мы платим деньги, они сюда идут в общий котел. Также у нас есть Dex at Now, то есть, это именно долгосрочное арендование, которое сразу выдает машину. И бонусная программа. Вот. Откуда берутся люди в маркетинг таблицы, да, в таблице заказов, извиняюсь. То есть, у нас в первую очередь идут клиенты, мы, да, мы наполняем эту таблицу, мы как клиенты. Также у нас есть заказы, которые делает сама компания. Сама компания Dexcar, она позиционируется в той же самой таблице, как клиент, по той же самой схеме прогоняет свою ячейку и на выходе получает машину, которая оплоченная, да. И эту оплоченную машину компания отдает в долгосрочное арендование, на чем зарабатывает опять дополнительные деньги, которыми она опять закупается в таблице. То есть, круговорот, да, круговорот. Она опять закупилась таблицей, опять прогнала ее, опять получила на выходе машину и опять делает реинвест. И также из VIP заказов. То есть, как я уже вначале сказал, у нас, у клиентов нет необходимости об этом говорить людям, да, и там привезти сколько-то людей. Этого не надо делать, в принципе. Но, если мы сами, да, кайфуем от этого и вдруг получили бензиновый купон уже, да, мы сейчас не можем сейчас пойдем к бензиновому купону, да, после того, как покинули первый зал, и уже думаем, елки, ну, на самом деле можно кому-то порекомендовать, да. Все-таки это выглядит очень серьезно, и вы, может, видели уже кого, кто машину получил, да, вы только что, может быть, и видео только что первое видали перед презентацией. Это я снимал в Дюссельдорфе, где машины выдавались. То есть, когда вы добровольно делаете две рекомендации, и людям помогаете, тем самым быть и также на возможность ездить до 0 евро, вы становитесь VIP клиентом. Что это для вас означает? В первую очередь, конечно же, что вы быстрее проходите по этим таблицам, то есть по залам ожидания. Что это еще для вас означает? Это означает, что для вас компания ставит дополнительную ячейку, то есть как будто, ну, скажем, вашу копию, да, еще раз поставила сзади в очередь, которая теперь для вас еще раз проходит этот путь через эти таблицы. И каждый раз, когда она покидает таблицу, вы получаете бонус. А этот бонус, да, это называется DexCoin, вы можете использовать именно в, вы можете их обналичить, то есть в DexCar есть еще подключен онлайн-шоп, да, где вы можете всякие разные товары и услуги, начиная с вещей, всякие разные шмотки, духи, там бытовая техника, вплоть до, как их, туризм, ну, там, в отпуск куда-то поехать, да, там, заказать валют и так далее. То есть это все подключается сейчас, да, сейчас покажу шмотки. Ну, естественно, самое главное, бензиновые купоны, вы можете всегда поменять их на бензиновый купон, эти DexCoin, то есть поэтому здесь очень выгодно быть VIP клиентом, очень выгодно вам сделать две рекомендации, потому что, в первую очередь, вы помогаете другим, во вторую, себе. И как только ваша ячейка прошла какой-то из залов, вы опять получаете DexCoin, и это каждый раз по-новому, без конца, она как бы все время становится опять назад в очередь, что нам, другим, остальным, новым клиентам, конечно же, всех нас продвигает на один вперед, чтобы мы также продвинулись быстрее по этой таблице. То есть это, чтобы, как бы, вот здесь еще как раз она отображается. Вот смотрите, слева, да, новый клиент, самый слева, это мы. Потом заказ DexCar позиционируется, потом заказ DexCar Reinvest и заказ VIP. И тем самым, вот эти верхние 8 наполняются, именно этими позициями они наполняются, чтобы нас продвинуть все время вперед и вперед. То есть, и это нам позволяет ездить на машине, вот я еще раз повторю, включая страховку, включая страховку по указку, да, включая МДС, все сервисы, которые необходимы, смену шин, 25 тысяч километров в год и включая 5 водителей, которые по страховке полностью защищены в случае чего. Да, да. Итак, а теперь люди спрашивают, ну, 2 года прошло. Андрей, а что теперь? Ну, в первую очередь, вам надо машину отдать. Почему отдать? Это тоже, кстати, важный факт. Почему отдать ее? Смотрите, при покупке компания же покупает машины оптом, да, то есть, вот, допустим, в прошлый раз они взяли 80 апеллей. Естественно, за такую количество они получают совсем другую цену, да, при закупке. Теперь они купили, имели, ну, поимели здесь выгоду в покупке. 2 года мы ею попользовались и отдаем ее компании назад. И поэтому при покупке компания сразу же с продавцом договаривается и говорит, дорогой продавец Opel, через 2 года ты получишь эту машину назад с максимальным километражем 50 тысяч. И ты нам за нее дашь сумму X, мы сейчас с тобой это зафиксируем. То есть, после того, как мы ее попользовались, мы отдаем компанию назад, она ее продает, получает опять прибыль, и эту прибыль она опять частично отдает в общий котел, чтобы финансировать вот эту вот возможность и все, что нас еще ожидает, потому что еще пару проектов, которые вскоре выйдут, да. Вот, то есть, что происходит теперь после того, как мы отдали машину? А, вот это вот самое интересное. Допустим, мы взяли машину себе там классом за 15 тысяч, да, то есть мы заплатили там 1950 евро, и теперь 2 года мы на ней ездим, а наша ячейка, то есть наш, ну, где мы стали в отчестве, она с одного зала, этого синего зала, автоматом и без всяких либо доплат заходит в следующий зал, в зеленый зал. А это означает машина до 25 тысяч. То есть, после того, как вы, ваша ячейка, вернее, также по той же схеме прошла 2 раза по зеленой ячейке, вы получаете машину за 25 тысяч. Естественно, вы должны ее сконфликурировать по вашим желаниям, и та же самая схема происходит и здесь, то есть ваша ячейка автоматом переходит по истечении 2 лет на оранжевую таблицу, то есть в оранжевый зал, где вы получаете машину за 40 тысяч. И вот так это выглядит, дорогие друзья. Пожалуйста, те, кто сейчас как клиент смотрит, у нас только первые 3 класса свободны, да, то есть машина вот нижняя, где опелек нарисован красный, 15 тысяч, потом следующие 25 тысяч и 40 тысяч. Для тех, кто намерен строить с нами бизнес, пожалуйста, для вас верхняя тоже открытая, но к этому мы пойдем позже. Итак, получается, друзья, за одноразовую стоимость мы автоматом переходим на следующий уровень и автоматом получаем машину. Окей, на вопросы я отвечу потом, которые слева сейчас где-то там мигают, я пока еще не могу читать. Идем дальше. То есть, смотрите, что нам делать? Как стартуем? Мы стартуем, когда нам надо выбрать класс машины. Нам нужно выбрать класс машины. Это самое первое. Естественно, зарегистрироваться, да, конечно, зарегистрироваться. И тут, пожалуйста, здесь уже вам даю всем совет, пожалуйста, обратитесь к тому, кто вас сегодня сюда пригласил, и пройдите у него регистрацию. И потом выбираете класс машины, делайте оплату и ждите, да, радуйтесь и ждите, продвигайтесь по залам ожидания, общайтесь с другими людьми, и пейте копячок, и ждите, пока вы пройдете залы ожидания, или же эти таблицы. Ну, если сейчас кто-то говорит, слушай, Андрей, это клево, все, что ты говоришь, но 1950 на самом деле их у меня нету. Я бы хотел, дорогой друг, дорогая подруга, если вы готовы подождать чуть-чуть дольше, то у нас это все возможно уже от 547 евро, при этом нам надо подождать чуть-чуть дольше. Насколько дольше? Это на одну таблицу, то есть на один зал ожидания больше. Это означает, что здесь мы выбираем, тоже мы можем с трех классов выбрать себе необходимый, нам необходимый, и уже, вот как вы замечаете, у нас здесь в нижнем классе 547, в верхнем классе, вернее, один выше 923, и 1352. Да, оплата производится только один раз. Вы один раз только оплачиваете, и шесть лет подряд вы ездите на машине. Вот именно. В основном, конечно, выбирается у нас на данный момент, это как бы мой опыт сейчас с того времени, что я здесь нахожусь, это выбирается или же нижний класс, но он в основном потому, что просто нету больше денежек, 547, это каждый выбирает сам, это каждому дано, или же 1352. То есть если у вас есть возможность доплатить эти 805 евро, конечно, рекомендация, с моей стороны, выберите класс за 40 тысяч, потому что, в принципе, здесь у нас разница довольно маленькая в деньгах, но, сами понимаете, что сам класс намного больше, и выбора машин намного больше, много больше. И одноразовая стоимость, и все. И получается, мы стартуем, и вы становитесь в предварительный зал ожидания, то есть на один зал больше, как только что. И вот так это выглядит, если мы сейчас говорим о 547, то есть о самой маленькой стоимости. Мы заходим в первую, вот она голубая, да, голубая таблица, предварительная таблица, или предварительный зал. Мы по той же самой схеме ее проходим, выходим с четвертого уровня, получаем бензиновый купон, и автоматом заходим, без доплаты, автоматом заходим в ту самую главную таблицу, которую мы должны пройти два раза, чтобы на выходе получить нашу машину. То есть давайте мы подсчитаем, как же это идет, да, ну как так работает, почему это так все работает. А вот давайте мы подсчитаем. Смотрите, у нас 8 заказов, да, то есть 8 заказов верхних, 8 заказов по 547 евро. Из них у нас идет 1950, ну, то есть в общем у нас 4376, из них у нас уже 1950 оплачивается на главную таблицу. Они уже тут уже прокалькулированные. Из них у нас 521 евро и 31 копейка на бензиновый купон. Из них уже 1904 евро именно для адвайзеров, именно для тех, кто занимается бизнесом и выгодой компании. Заметьте, Верхние 8 всегда оплачивают выход нижнего. Это всегда, каждый раз по-новому. Верхние 8 оплачивают выход нижнего. И это получается, мы сейчас зашли предварительную, прошли ее полностью. Верхние 8 оплатили наш выход, оплатили нам следующую таблицу и все остальные бонусы, которые есть. Теперь мы зашли в главную таблицу. И здесь мы получаем также 8 участников и у нас уже 1950. То есть у нас сумма 15600. Означает, что из них опять же 1950 оплачиваются на второй раз, на повтор этой же таблицы. И 9000 это уже первая предоплата за нашу машину. Получаем опять бонус, то есть мы замечаем, каждый раз, когда мы выходим из таблицы, получаем бонус. И 3753 с копейками, это опять зарплата наших адвайзеров и выгода компании. Теперь мы оплатили себе вход во вторую таблицу. Вернее, верхние 8 оплатили нижний выход. И теперь мы зашли второй раз в вторую таблицу. Что же здесь происходит и почему? Вот тут вы заметьте, пожалуйста. Вот здесь у нас конкретно понятно, почему мы автоматом переходим в следующий. Потому что верхние 8 оплачивают наш выход. У нас 15600. Из них 3532 мы уже оплачиваем на главную зеленую таблицу. Уже внутри. Это все в калькуляции внутри. 7735 это вторая часть предоплаты. И 4332 это уже бонус адвайзеров и выгода компании. И в принципе по той же самой тематике. Потом проходим зеленую таблицу. Первый раз прошли ее. Верхние 8 оплатили нижний выход. Мы заплатили себе еще раз второй ход. Второй круг этой же таблицы. Опять пробегаемся по уровню вниз на четвертый уровень. И при выходе верхние 8 оплачивают наш вход в оранжевую. То есть машину за 40 тысяч. Есть внутри. Поэтому с вас ни копейки больше не требуется. Это все решило и за нас оплатило наше сообщество. И так дальше. Давайте подсчитаем все-таки. Смотрите, у нас при этом примере машина за 15 тысяч. У нас в первой таблице, в главной, мы 9 375. Во второй у нас набралось 7 735. То есть мы в общем за машину набрали 17 111. Теперь машина должна быть куплена. Как я уже говорил, покупают ее пакетом. При этом получают дополнительную скидку. Поверьте, она не больше чем 40%. Вернее, больше чем 30%. Она 40. Тут только 20-30% прописаны. Пусть они будут так, чтобы у нас был еще запас немножко. 12 тысяч машина нам стоит. То есть мы ее за 12 тысяч покупаем. Компания Dexcar вернее. Остается, чтобы оплатить страховку, чтобы оплатить сервис. И все, с чего нас снято, что нас больше не беспокоит, дает нам просто спокойствие и наслаждение. Это здесь все этим оплачено. И при той же калькуляции, при той же математике, это продолжается в остальных двух таблицах других цветов. Вот так вот, друзья, именно по математике выглядит возможность. Почему мы при сообществе, конечно, да, сейчас так говорим, а если вдруг не будет клиентов. Не, ну, друзья, давайте будем как бы смотреть открыто на это. Конечно, здесь нужны люди. По-другому это не будет работать. Это не будет никакая модель работать, о которой я изначально говорил. Да, не Бауслава Тракт, ничто не будет работать. Но, если у нас есть хорошее предложение, которое действительно по всей Европе, и которое даже позволяет, вот я сейчас говорю про Германию, людям приобрести новую машину за минимальную стоимость, даже если у них шупа. Да, все, кто живут в Германии, знают, что это такое. Это негативная банитет. То есть, когда-то где-то при каких-либо обстоятельствах был не заплачен один или два счета, и был человек внесен в регистр, да, и если он вдруг хочет какой-то взять там кредит себе или что-либо, банк смотрит в этот регистр, насколько он платежеспособен, да, наверное, и решает, выдавать или не выдавать кредит. В основном они не выдают. То есть, человек вынужден теперь накопить себе определенную сумму, там взять себе где-то булочную машину, и при каких-либо там проблемах или там каких-то обстоятельствах он должен все брать на себя и платить сам. Даже если он поехал к Васе за угол, и у Васи там ремонтная какая-то маленькая контора, и даже если он ему не деньгами, а как-то бартерно с ним расплатился, но все равно он должен за это заплатить каким-либо способом, да. И здесь у нас это все отпадает. А Вы теперь задумайтесь, кто из Ваших личных друзей, и кому бы из Ваших личных друзей была бы такая идея интересна? Кто бы хотел сбавиться от всех расходов? Кто мечтает о новой машине и не может ее позволить по каким-либо причинам? Я больше чем уверен, что у Вас сейчас уже 2 или 3 человека крутятся, кому это можно было бы предложить? Да, ну пусть она у Вас дальше играет эта идея. На самом деле компания дает возможность вот с этой вот математикой, с этим сообществом, да, приобрести любому человеку машину своей мечты, если он готов подождать, да, если он готов поделиться возможностью, чтобы ускорить выдачу машину. Нет необходимости, но очень полезно и очень выгодно. И на самом деле рынок огромный-преогромный. И у нас в Евросоюзе, да у нас в Германии сколько людей, да, а в Евросоюзе и скоро у нас и в России будет, по крайней мере, до Москвы, ну, я об этом еще сообщу уже, когда мы уже ближе к делу выйдем, сейчас еще решаем там кардинальные вопросы, но уже там закрутилось все, да, чтобы до Москвы у нас эту возможность тоже можно было предлагать. И это будет интересно для тех людей, кто сейчас будет на второй части. Поэтому, друзья, давайте мы все-таки еще раз посмотрим, что нам надо сделать, чтобы быть клиентом компании Dexcar. В первую очередь, пожалуйста, зарегистрировайтесь по ссылке человека, который Вас сегодня сюда пригласил. Это важно. Если Вы увидали это где-то в статусе, допустим, у меня в Одноклассниках, или у меня на Фейсбуке, или на других ресурсах, где я Вас лично пригласил, ну, Вы знаете, как на меня выйти, напишите мне сообщение. Если Вас пригласил кто лично сейчас на эту презентацию, обратитесь к этому человеку, пожалуйста, давайте будем тут справедливыми, да, и тогда уже обратимся именно к этому человеку и делаем регистрацию. Коротко говоря, делайте регистрацию. Выбирайте Вам нужный, Вам интересующий класс, 15 тысяч, 25 тысяч или 40 тысяч, моя рекомендация, выбирайте 40 тысяч, делайте предоплату, проходите зал ожидания, получайте бонусы от компании и ожидайте, радуйтесь вашей машине. Да, и давайте мы еще раз все-таки зададим себе вопрос, когда Вы закажете Вашу новую машину? Я Вам рекомендую сделать это прямо сейчас, и если мы подсчитаем еще раз все-таки, ну, Вы это уже видали, какой все-таки инвес, что же Вы со своего кармана эффективно платите? Если мы говорим сейчас о машине за 547, предоплате 547, да, машина 15 тысяч классов, то есть 547 Вы заплатили, Вы зашли в предварительный зал ожидания, Вы проходите этот зал ожидания с Вашими европейскими друзьями, которые с нашей командой, со всей Европы заходят в эти залы, и получаете уже при первом выходе бензиновый купон в размере 521 евро, который Вы можете уже сразу же использовать. Что Вам осталось, то есть, что Вы эффективно заплатили? 26 евро с Вашего кармана, все остальное Вам вернулось. Ну, разве не стоит попробовать за такую сумму, такую гениальную возможность? Дорогие друзья, на самом деле, и на самом деле, вот мы сейчас подошли к концу презентации со стороны клиента, и буквально 5 минут, чтобы ответить на вопросы, которые в чате у нас стоят. А пригласить помогает в наполнении матрицы. Совершенно верно. Пригласить наполняет, помогает вернее, потому что в первую очередь, конечно, у нас продвигается, ну, зал становится полнее, и Вы продвигаетесь все дальше вперед. Если Вы делаете две рекомендации, Вы становитесь VIP клиентом, который, конечно, проплачивает, Вы становитесь VIP клиентом, и кроме того, что теперь два человека еще добавились за Вами, Вы еще получаете свой дополнительный аккаунт, который за Вас проходит все таблицы, и на этом Вам зарабатывает бесконечно, каждый раз по кругу, DexCoin, которые Вы можете использовать в онлайн-шопе и обналичить их. А в таблицу получают ведь тоже кунды, партнеры, Тангу, Чань. Ну, да, конечно, конечно. Во всех таблицах, без разницы, в какую таблицу Вы зашли, в каждой таблице Вы получаете бензиновый купон. Если Вы заходите в таблицу на 1352 евро, то есть на машину 40 тысяч, который стоит, Вы получаете бензиновый купон в размере сейчас 1200 с копейками. Сейчас не помню наизусть. То есть, ну, почти всю ту же сумму Вы получаете назад. Да? Окей, 10 или 15 человек, на сколько я тогда все равно и продвинусь? Ну, если Вы пригласите 10 или 15 человек, то я Вам рекомендую остаться на вторую часть. Да, именно во второй части Вы узнаете, как можно на этом зарабатывать деньги. Насколько Вы продвинетесь, насколько быстрее Вы продвинетесь, понимаете, система распределяет новых пользователей автоматически. То есть, возможно, что они не сразу у Вас появятся, что они, возможно, появятся где-то в другом месте, но это значительно Вас продвигает вперед. И насколько по времени, ну, тяжело сказать. Да, ну, может 10 или 15 человек. Не знаю, я не буду сейчас говорить по времени, потому что это зависит от системы, да, уже как она распорсовет. Ну, это Вас продвигает вперед однозначно. Ну, в первую очередь, это Вам дает денежные вознаграждения, да, 10-15 человек, это очень много что значит. Почему во второй части мы это узнаем. Окей, друзья, буквально давайте еще 2 минуты и перейдем на следующий этап, да, уже по маркетингу самому. Есть вопросы еще? Окей. Как я вижу, нету больше вопросов. Хорошо. Итак, мы заходим. Так, хочу поблагодарить всех за сегодняшнее внимание со стороны клиента. Дорогие друзья, теперь мы посмотрим, что означает, если мы займемся с этой компанией бизнесом. В каких странах уже открыты офисы? Это я Вам скажу, давайте, это я Вам скажу быстренько. В каких странах они уже открыты? Это у нас Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Австрия, Швейцария, Люксембург, Италия, Венгрия, Румыния, Португалия, Польша, Словения, Хорватия, ну и скоро Россия уже тоже будет с офисом. Будут ли на русском презентации? Вот я не могу прочитать, что там дальше снизу, почему-то у меня вот это. Будет ли на русской презентации и что? На русском будут презентации. Да, вот я их провожу по вторникам и по четвергам на русском языке. На земле, конечно, тоже будут презентации и проводятся. Я их тоже проводил уже в городе Киеве, Германии и в городе Бадзальц-Ухлен. Ну, в России по всей вероятности тоже будут, но как только на сайте в ближайшее время. Как будут поставлять машины? Машины пока не выдаются только из Германии, но по ходу дела они уже будут выдаваться туда из разных стран. Пока у нас сейчас были мероприятия большие, здесь в Германии люди приезжали из разных стран, как вы изначально видели в предварительном видео до презентации, оттуда и выдавались и машины. Так, друзья, все. Мы начинаем с маркетингом. Мне надо как-то научиться закрывать чат, а я потом в следующей презентации научусь. Как мы зарабатываем деньги? То есть, что означает или какие условия надо выполнить, чтобы зарабатывать с компанией деньги? В первую очередь нужно стать, конечно, клиентом. Второе, надо стать VIP-клиентом. То есть, надо дать две рекомендации, добровольные рекомендации и помочь людям также сэкономить деньги. Остается стать VIP-клиентом и сделать, это важно, сделать адвайзер-курс. Следующий адвайзер-курс для всех, он проводится в Германии 17 и 18 сентября в городе Дортмунд. Рекомендую всем здесь взять тикет уже и пройти его. Это двухдневный курс стоит, он 199 евро. Включаем ночевку и питание. То есть, все включено, вас накормят, напоят, дадут наш шлейф. И по итогу дадут вам потом вот такой вот сертификат, который вам позволяет заниматься этим бизнесом. Это очень важно. По-другому вы не будете получать награду в денежном виде. Итак, у нас три бонуса. Адвайзер-бонус, адвайзер-бонус плюс и инфинити-бонус. Адвайзер-бонус, что это означает? Вот смотрите. Как вы заметили, у нас разные таблицы с разными цветами. И мы пока, конечно, фокус идем только на первые три. На синюю, зеленую и оранжевую. Теперь, допустим, у вас клиент, который выбрал себе машину за 40 тысяч, за 1352 евро. И он заходит в предварительную, в оранжевую таблицу. Это для вас означает, что 10 пунктов умножаются на 10 евро. То есть, для вас сразу 100 евро, это за форт бонус. Моментальный бонус, наверное, так на русском. Сразу же 100 евро. Теперь мы помним, что он же проходит в предварительную таблицу и заходит уже в главную таблицу. Что для вас означает? 30 пунктов равно умножаем на 10 евро, то есть 300 евро. Помним, он проходит эту таблицу два раза, то есть он ее должен еще раз пройти. Каждый раз, когда он заходит в эту таблицу, вы получаете 30 пунктов, то есть опять 300 евро. Итак, если клиент теперь у нас получает машину, он на ней ездит, мы помним, его ячейка повторяется, то есть она проходит этот путь, да, при этом пласте, она просто еще раз то же самое заходит, опять же, опять же в оранжевую, да, опять же туда заходит и опять вам дает 30 пунктов. Умножаем на 10 евро. То есть, коротко говоря, каждый раз, когда ячейка нашего клиента заходит в какую-либо таблицу разного цвета, мы получаем за это пункты и умножаем на в начале 10 евро. Это важно понять, вот сейчас дальше будет еще такая маленькая демонстрация с клиентом, который зашел на самую маленькую сумму, да, на 547 евро. Он зашел в синюю таблицу предварительную, да, вы получаете 5 пунктов, которые умножаются на 10 евро, то есть 50 евро. 50 евро он пошел, он вышел из таблицы, заходит в главную таблицу, а вы получаете 10, то есть 100 евро два раза. Теперь он получил свою машину и аккаунт его переходит автоматом в зеленую, вы получаете 200 евро два раза. Он получил свою машину, его аккаунт переходит автоматом в оранжевую таблицу, вы получаете два раза по 300 евро. Дорогие друзья, мы в компании Dexcar говорим здесь о резидуальном доходе, то есть за один раз сделанную работу вы получаете всегда повторяющую зарплату. Это важно понять, это пассивный доход, это реально пассивный доход. Да, это продукт Network, да, это у нас реальный продукт, который, ну, по большому счету, и не нужно объяснять, что такое машина, знает каждый. Тут надо человеку дать понять, как это работает, почему он каждые два года получает новую машину, почему это важно понять идею сообщества, почему мы все вместе даем вот эту возможность, и почему вам важно понять, дорогие друзья, что ваш клиент один раз зашел, один раз зашел, как он только зашел в одну из таблиц любого цвета, он ее меняет каждый раз, и вы каждый раз получаете за это пункты, которые умножаются поначалу за 10 евро на 10 евро. То есть вот тут еще маленький пример тоже, да, у вас три клиента. Первый клиент зашел в предварительную таблицу, да, в самую маленькую, в самую дешевую, вы получили сразу же 50 евро. Второй клиент, он говорит, ладно, я не хочу так долго ждать, я сразу зайду в главную таблицу, синюю, да, я заплачу 1950, вы сразу же получили 100 евро. А третий говорит, ну, а я зайду сразу в главную зеленую, да, это средняя, которая у нас есть, да, вы сразу получили 200 евро. Сразу же это за форт бонус, бонус, который выплачивается сразу. И это у нас потом, вот тут он получает и заходит, бонус за следующие таблицы. Здесь 100, здесь 100, здесь 200, ну и мы можем сами почитать, что это значит, да, и это только при трех клиентах. А теперь представьте себе, сколько, если вы, ну, если вы, допустим, просто решили подзаработать, сколько вы могли бы найти таких вот клиентов, да, кому вы могли бы сделать хорошо и предоставить такую вот возможность. Просто подумайте и умножьте вот эти вот возможности, да, если вы просто хотите подзаработать. А теперь, дорогой мой друг, если ты намерен построить здесь серьезный бизнес, да, и дать газу, да, взять ответственность, дать газу, работать с нами в командой, сколько ты бы мог себе представить найти клиентов. И умножьте, это только на первый бонус. Мы здесь говорим, дорогие друзья, только самый маленький бонус, самая маленькая выплата за один раз сделанную работу. Но у нас за ту же самую сделанную работу есть еще два другие, которые работают параллельно, которые как бы уже сами по себе, да, и это у нас, мы сейчас к ним придем. Понятно, что было еще первый бонус, за кого он выплачивается. Конечно же, за ваших клиентов. Также он выплачивается за рекомендации ваших VIP клиентов, да, то есть вы помните, что здесь быть очень выгодно VIP клиентам в компании Dexco. И поэтому, если вы вашего клиента мотивируете стать VIP клиентом, дать добровольно две рекомендации, сделать, видимо, хорошо, то эти две рекомендации, это тоже ваши клиенты, за которые вы получаете бонусы, которые мультипенсируются вначале на 10 евро. Да, и как только ваш VIP клиент скажет, как Марина, кажется, писала, да, а что, если у меня есть там третий, четвертый, пятый, шестой, может быть, там, что я за это получу, и вы ему говорите, слушай, ну, тогда тебе стоит стать адвайзером, сделать двухдневный курс и за это получать денежные вознаграждения. И все, и тогда, по всей вероятности, ваш VIP клиент станет вашим партнером, да, и тогда, конечно, уже его клиенты, это его клиенты, и он за них получает. Первый бонус. Но у нас есть, дорогие друзья, еще и адвайзер бонус плюс. Что это такое? Это вознаграждение за то, что вы мотивируете VIP клиентов со временем стать партнером, или же сами активно выходите на партнеров потенциальных, приглашаете их на наши презентации, проводите с ними беседы, объясняете им. И за эту совместную работу, успешную, компания вас награждает. Именно адвайзер бонус плюс. Что это означает? Как мы заметили, да, у нас это пунктовая система снизу, и теперь здесь идет квартальный бонус. Один раз в три месяца собираются все общие пункты ваши и вашей команды. Все вместе, что в вашей команде. И, соответственно, по количеству пунктов у вас идет именно вот такой вот расчет. То есть у вас, если 500 пунктов, от вас и вашей команды, вы адвайзер бронус. Соответственно, вы уже теперь за каждый пункт, за вашего личного клиента и рекомендации ваших VIP клиентов, уже получаете не 10 евро, а 14 евро. Умножаем ту же самую таблицу, только на 14 евро. Как только у вас команда 1500 пунктов, вы уже получаете 17 евро. И она идет наверх до 19 и до 20 евро. То есть здесь нам, конечно, выгодно поддерживать нашу команду, расстраивать нашу команду в ширину и в глубину и помогать нашим партнерам, чтобы и у них люди появлялись, чтобы они находили клиентов, которым они дают возможность экономить много денег и на этом заработать. Потому что, когда мы помогаем нашим партнерам, когда у них развивается бизнес, нас это подталкивает наверх, за то, что мы инвестируем время в наших партнеров. И, соответственно, конечно, мы получаем высшую зарплату за нашу работу. Конечно, имеет разница, если сейчас залег человеком и он, допустим, зашел за машину на 40 тысяч, если он только даже в начале зашел, то мы уже не 10 евро, а 17 евро почти вдвойне уже получаем. Сами теперь можете подсчитать, насколько выгоднее это и насколько больше зарплата. Это первое. Второе. Допустим, вы, скажем, зильба, да, сильвер. То есть у вас уже с командой вместе 1500 пунктов. И вы по статусу адвайзер сильвер. Вы получаете 17 евро за ваших личных клиентов. Теперь один из ваших, ну, допустим, VIP клиент, он говорит, слушай, дорогой друг, я все-таки хочу заняться бизнесом. Давай-ка я сделаю адвайзер курс. Он делает адвайзер курс, становится вашим партнером, прямым партнером. Он стартует при тех же самых условиях. То есть он получает за каждый пункт 10 евро. Но вы, дорогие друзья, за то, чтобы вы ему помогли, да, и ему все объяснили, и ему дали импут, возможно, да, чтобы он занялся бизнесом, получаете теперь разницу от его клиентов. Вы получаете разницу. То есть, мы заметим, у него 10 евро, да, а у вас 17, статус 17 евро, то вы эти 7 евро разницу за каждый пункт его клиентов получаете дополнительно в пассивном доходе, в пассивном виде. Да, и это каждый раз, когда проходит его клиент любую из таблиц, вы получаете дополнительно всегда эту разницу. Это адвайзер бонус плюс. То есть разницу мы видим здесь. От 14 до 20 евро у нас идет этот квартальный бонус за каждый пункт. И уже здесь у нас, конечно, совсем другие цифры, да. Вот, допустим, предварительные таблицы у нас уже от 140 до 200 евро. Сразу получаем. Когда человек заходит, уже прошел предварительную таблицу, зашел в главную таблицу, получил свой бонус, как мы знаем, зашел в главную таблицу, бам, уже 420 сразу же, или 600, вот от 420 до 600. И теперь, пожалуйста, дорогие друзья, мы только что задумывались, да, сколько мы можем себе представить, найти клиентов. Если мы просто подоработать хотим, как бы так, скажем, мимо основной работы заняться этим, да, 1, 2, 3, 4, может быть, сколько это будет для нас означать. Ну, а теперь, дорогой друг, задумайся, если ты намерен построить здесь с нами серьезный бизнес, да, и заняться этим, и инвестировать время, и найти себе определенную, и построить себе определенную структуру клиентов и сеть партнеров по всей Европе, да. Мы проводим эти презентации на русском языке, и к нам могут подключаться со всех стран Европы люди и узнать о этой возможности. Итак, это Advisor Bonus Plus, но здесь, вот в этом Infinity Bonus, здесь зарыты на самом деле самые деньги. Тот, кто поймет, да, чтобы вы поняли, я постараюсь быть, как бы, более понятным. То есть, Infinity Bonus, это означает, для него нужно квалифицироваться. Квалифицироваться значит, что ваша ячейка, то есть, ваша анкета, да, она уже должна дойти до второй раз в главную таблицу. То есть, получается, чтобы понять, вы прошли первую главную таблицу, вы сделали заказ машины и зашли в главную таблицу. Это должны быть вы, два ваших партнеров, иных, должны тоже зайти в главную таблицу. И два их партнера. Поэтому мы помним, мы помогаем нашим партнерам, мы поддерживаем наших партнеров, чтобы и у них продвигалось это, чтобы и они зарабатывали деньги, чтобы и у них росла структура, сеть партнеров и клиентов. То есть, коротко говоря, вы, два ваших клиента и два, по каждому два их клиента, у каждого должна ячейка зайти второй раз в главную таблицу. Тогда мы квалифицированы для Infinity Bonus. Что это означает? Опять же, у нас по нашим цветам, здесь уже чуть-чуть другая пунктовая система, но выдаются пункты. И теперь, дорогие друзья, без разницы, насколько глубоко у нас теперь строится структура, сколько у нас клиентов, сколько у нас партнеров, это все теперь считается в глубину. И это бесконечно. И все объединяется. Эти пункты, они объединяются. И соответственно, сколько у вас пунктов, тем не менее, у вас получается определенный рамк. Когда, допустим, у вас, ну, скажем, 60 пунктов, да, вместе это все у вас 60 пунктов, то это умножаем мы на 14 евро. И, соответственно, все выше и выше и выше, да. Это умножается на количество евро. Как пример, давайте сейчас посчитаем, сейчас мне интересно, как это поле сделает. А, и по-другому делать. Ладно, допустим, у нас, мы планируем первый год, да. То есть первый месяц, может быть, мы два клиента найдем, второй месяц, может, четыре найдем, третий, может быть, восемь, потом, может, шестнадцать. Ну, если по математике будем все время как бы считать два раза, то да, это было бы четыре тысячи девяносто девяносто шесть клиентов. Это довольно много, это как бы довольно, как бы, так, утопия. Ну, даже если мы возьмем только 500 клиентов, вот справа сверху, да, 500 клиентов, и умножим это на 30 пунктов, это равно 15 тысяч пунктов, и даже если мы это на 20 евро только умножим, то это здесь у нас 300 тысяч евро дополнительного дохода, да, дополнительно к Advisor Bonus и дополнительно к Advisor Bonus Plus. Да, это у нас уже здесь дополнительно 300 тысяч евро от 500 клиентов наших и от нашей команды все вместе, да, все, что после нас идет вниз, да, если мы квалифицировались, конечно, да, для Infinity Bonus, ну, чтобы нам квалифицироваться, нам здесь нужно, конечно, помогать нашим партнерам, приглашать их на презентации, на обучающие семинары, также личностный рост очень важен, да, могу однозначно сказать, потому что, ну, для многих по тематике это одно, а личностный рост, духовный рост, мотивация, это все как бы взаимосвязано, да, и мы должны поддерживать наших партнеров. Всем рекомендую посещать семинары по личному саморосту. Это просто, это просто бустер, это просто такой вау, пауэр, да, который вам вашему бизнесу дает продвиг. Итак, дорогие друзья, это у нас Advisor Bonus Plus, Advisor Bonus и Infinity Bonus, который позволяет нам заработать в компании Dexter деньги немало. Как вы думаете, насколько рынок огромный и сколько людей здесь, в Германии, в Европе, где бы вы ни находились, сейчас из всех европейских странах, которые сегодня у нас присутствуют, как вы думаете, сколько людей были бы открыты, кому ездить на новой машине и при этом экономить много денег? Да, конечно, надо многим объяснить. Многие как бы имеют свои якоря, да, мы сами там, ну, кто с Советского Союза, кто там помнит всякие разные были в прошлом, как бы там, ситуации, да, которые у одного другого, так это же то-то-то, да, эти люди будут всегда. И нам не обязательно всех убедить, да, нам не надо вообще как бы там за людьми бегать или так далее. Люди будут приходить к нам сами, и те, которые нам нужны, они к этому будут открыты, да. Но самое главное, надо им предложить, надо им сказать, что такая возможность есть, надо их пригласить на семинар, на вебинар на такое, то есть, да, можно будет ответить на вопросы, но всегда будут люди, которые будут говорить, да, это все не работает, а также будут люди, которые говорят, а я попробую, да, а я видел, я лично видел, как машины выдают, я лично видел, что это все работает, я лично верю в это, что это все работает, да, и я довольно долго и тщательно изучал компанию перед тем, как я зашел сюда. Мы с ребятами поехали в Штутгарт, поехали 500 километров, съездили в Штутгарт, посмотрели на это все, эту презентацию, мы потом поехали на ура, никому ничего не говорят, поехали в компанию саму ВЭСН, посмотрели снаружи вообще, есть ли там кто, стояли машины, то есть, ну, из-за пор стоят они, конечно, там всегда, сама компания, все, мы зашли внутрь, потребовали руководства, мы задавали конкретные вопросы, мы часа три, наверное, общались, да, и мы получили абсолютно полноценные удовлетворительные ответы, которые и по математике, и по всему, ну, нам дали понять, эй, тема крутая, да, тема реально крутая, и она сейчас только в самом начале, да, нам сейчас, ну, на этом этапе, нам необходимо еще, как бы, много, ну, убеждать, допустим, да, много человек, ну, убеждать в том плане, что, ну, нужно приглашать, потом, когда уже, вот, когда уже у нас выдаются машины здесь, в Германии, да, по крайней мере, вот, где мы сейчас уже следующий на очереди, конечно, это будет проще, конечно, тогда будут люди это намного, ну, намного интереснее воспринимать, но пока они еще не выданы, ну, что нам сейчас рисовать, нет, они пока еще не ездят, да, они сейчас уже в Италии ездят, они сейчас в Германии тоже ездят, но очень мало уже ездят, но мы на следующей на очереди, которые вот сейчас покидаем эти все таблицы, да, которые вот в мае зашли ребятам, которые в июне зашли, они уже скоро получают машины, да, и мы тоже скоро получаем машины, конечно, вам будет проще, И вы теперь знаете, вот представьте себе, ваш клиент выходит на выдачу машины, и он ездит на машине, и у него на машине, естественно, рекламка. И на рекламке написано, хочешь на мне ехать за 0 евро, спроси меня как. И теперь стоит там ваш номер, потому что вы его продавец, вы кто его обслуживает, он у вас зашел в систему, и человек, который вдруг на улице увидел эту машину, и он видит этот номер, он набирает вам, и это ваш новый потенциальный клиент. Так вот, дорогие друзья, это возможность компанией DxCar зарабатывать деньги. Я вам всем благодарю за внимание, сейчас еще раз уделим 5 минут на ответы, и тогда уже будем завершать. Будет ли на русском презентации, это мы уже вроде прошли, как будут при Балтику. К сожалению, я не могу дочитать, как будут там все там. Насчет Прибалтики мы решаем, то есть у нас... А, вот, записи, как будет при Балтике, записи будет, ваша презентация. Да, я ее записал, вернее, еще записываю. Окей. Насчет Прибалтики, то есть я общался буквально вчера, задавали мне вопрос этот. Приезжают, кажется, на следующей неделе, он сказал, или на следующей неделе, приезжают люди из Риги к нам сюда, и здесь уже будут принимать конкретные решения по вопросу с Прибалтики. Да, там, то есть точки, которые там, я знаю, что есть ситуация, что там нельзя ездить у вас на чужих номерах, по крайней мере, какое-то определенное время только можно ездить, потом, ну, определенные сложности. То есть как раз поэтому люди приезжают, и мы решаем этот вопрос вообще, как изначально было задумано так, что, вернее, оно до сих пор так и есть, что мы в каждой стране, где мы уже активно работаем, строим, открываем свое представительство по законам той страны, и уже машины будут уже на номерах, соответственно, той страны, где они ездят. Да, чтобы и вам при Балтике, ну, было как бы просто и спокойно получать все вот эти вот преимущества, да. Вот пока, то есть, что касается Прибалтики, решаем, просто следите за новостями, ну, наверное, мы тоже каждый раз в презентации будем уже там новости говорить, уже будем тогда сообщать вам. Также там у нас командный чат есть, кто знает в Скайпе, тоже будем сообщать новости. Окей, есть еще вопросы? Окей, пока все вероятности нету. Ничего, друзья. Для тех, кто не видел видео, я его еще раз сейчас включу, и этим самым я с вами прощаюсь. Как там говорится? Я вам говорю до свидания. Вот так. Я вам говорю до свидания, мы увидимся опять в четверг в 19.00 по этой же самой ссылке. Кстати, вот эту вебинарную комнату мы будем теперь использовать на протяжении следующего времени. И уже тогда на русском языке в 19.00 немецкого времени по Берлину мы встретимся в четверг. Дорогие друзья, еще раз благодарю вам за внимание, и я включаю вам тогда видео, которое я записал в выдаче машин в Дюссельдорфе. Это было в июле прошлого года. Всего доброго, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я их не понимаю, на итальянском, конечно, но видно, что он не радуется, потому что эмоции, они на любом языке понятные. Я не знаю, правильно это на русском, а на итальянском. Так, а что там? Там тоже что-то передают. А, вот, выход передали. Ага. Какая дочка классная. А, алло, так, здорова. Ну это я же включил. Ну да. Ты понравился? Нет, час, час пятнадцать. Ну, много итальянцев здесь приехало, потому что в Италии, в Италии, в Италии, мы сейчас в Германии начинаем. Ага. А, блин, я сейчас захожу уже на следующую презентацию, сейчас я буду участников. Давай. Приходи в четверг опять, в семнадцатую, а, в девятнадцатую. В чем? Да, да, всегда по той же самой ссылке. Приглашай друзей. Давай. Пока. Приходи в гости. Декста. Дорогие друзья. Благо. Благо, друзья. Люди приехали сюда и в издали, чтобы поучаствовать именно в такой торжественном моменте, поддержать своих партнеров, поддержать своих клиентов, порадоваться своих партнеров, порадоваться своих клиентов. Ах, нравится мне тогда. Благо, ты занял свою пользу, порадоваться deine помощь. Убери. Вот, да. Хочешь идти даже кое-то, но как я решил сейчас. Я None. ВыBlogan. Я не могу хoise-то... Господи. Настей. Продолжение следует...